Друзья, всем привет! Уже поздно, конец октября. Доделал я 12-ти рамочные улей. Довел до ума, до конца. Клиент заказал без прилетной дочечки, чтобы она не выступала. Следующую уже там партию будет заказывать, чтобы выступала чуть-чуть. И так нравится, и так. В общем, не знаю, что он хочет, но, как скажет, так и будет. И так, вот такой легкий обзор. Вот это вот такое вот дно получилось сплошное. Все здесь с четвертями. Вот корпус с таким вот плеточком на 15 сантиметров. Я хотел сделать 17, но человек захотел 15. Советовал я ему сеточку сделать. Ну, тоже пока такой заказал. Вот такой вот корпус на трехсотную додановскую рамочку. Тоже он весь обработан фрезой. Вот такой вот плеточек на треть корпуса, на треть рамки, то есть 11 сантиметров от верха. Я беру и получаю такой леточек, как всегда, с уклоном наружу, чтобы вода не заливалась. Дикой пчели все равно. Не клоунный завязать, только дорога цветов. Все подходит идеально. Вот такие вот магазины. Здесь мне притапливал рамки. Вот такие вот магазинчики получились. Тоже все встает идеально легкий люфт. Я даю где-то порядка 1-2 миллиметров. Зазор. Покажи нам. Зазор здесь 8 миллиметров между рамочкой нижнего корпуса, трехсотой и сто сорок пятой магазинной рамочкой. И второй магазин. Тоже все, видимо, подходит. Тоже с небольшим люфтиком, чтобы можно было спокойно ставить. И точно так же здесь зазорчик. Тоже 8 миллиметров. Две пчелки по 4 миллиметра на пчелку проходили. Крышу пока без вентиляции. Но на следующий курс попросим сюда вот вентиляцию такую. Будем крыть железом внахлёст. 2 сантиметра нахлёст. Плюс будет вот такой сантиметровый паз, как вентиляция, и с другой стороны, с двух сторон. И вот так вот будет крыша. Все, ребята, вот такой вот 13-рамочный пулей у меня получился. Клин сегодня приезжал, посмотрел, все его устроило. Так что будет забирать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!